Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем играть в Тук-Тук-Тук. И вы знаете, за своего персонажа я уже начинаю помаленьку переживать, потому что... Ну, я-то, конечно, с ума не сойду, если игру всё-таки проиграю. А вот персонаж может. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. И мне почему-то кажется, что и дальше все записки будут повторяться, потому что... Вот, видите, мы посадили лес, чтобы спрятать дерево. То есть, скорее всего, мне уже нет смысла в этом доме. Он потерял меня, когда я был совсем маленьким. Да, уже мы третий раз это слышим, и это значит, что записки в доме искать смысла нет. Он хочет проверить, не заперт ли... заперт ли выход. Говорит про галлюцинации и всё такое. Что приборы не лгут, хотя они старые. И про это мы тоже знаем. Поэтому, друзья, на этот раз мы задерживаться на уровне с домом не будем, и сразу же пойдём в лес. Комнатка, комнатка, покажись. Обычно спало вот тут. А вот это, кстати, первый раз. Вот такое... Тихонечко, тихонечко. Нет, подождите. Если... Если опять начинают меняться фразы, может быть, не всё потеряно, и мы сможем найти ещё одну записку. Давайте сделаем так. Если следующая записка, которую я найду, будет точно такой же, которую мы уже видели, то мы сразу же пойдём в лес. Так. Здесь мы ещё не включали. А, здесь мы включали. Здесь просто проводка опять сломалась. Ты боишься, и поэтому хочешь уснуть назад. А надо проснуться вперёд. Всё, я вас понял. Похожая записка уже была, и мы идём в лес. Полоска, ну, на два уровня с домом, с лесом хватит. Мне кажется, осталось всего две попытки. То есть, два уровня с домом, и мы всё, мы придём к своей цели. Итак, поехали. Мне подписчики сказали, что якобы в игре есть баг, из-за которого я натыкаюсь на появляшек, хотя на самом деле их нет. И, вы знаете, это обидно. Я их не вижу не потому, что блики, потому что их игра не обозначает никак. Ну, судя по тому, что подписчики говорят, их реально нет. Так, надо, наверное... Какой бы стороны-то зайти, я даже не знаю. Нет, с этой стороны явно нет. Бывает, что и с одного раза получается... Вот, видите? А я ведь не зацепил. Я ведь появляшку-то не зацепил. А мне засчитали. Как я вам уже рассказывал... Я хочу найти максимальное количество призраков. Максимально возможное. Какое только смогу. Но у меня сейчас с этим явно проблемы. Я уже даже не знаю, что сложнее. Мне кажется, в лесу, по лесу гулять сложнее, чем искать призраков. Ой, чем от гостей отбиваться. Потому что призраки, они появляются очень рандомно. Смотрите, сейчас красные нервы будут и всё. Даже если я успею найти призрака, то, скорее всего, я не успею дойти до дома. Ну, если по традиции я смогу опять лишь со второй попытки пройти это дело... Вот, опять, смотрите. Никого же не было. Нервы сейчас покраснеют. А вон они. Не, ну сейчас-то я и видел. Не, мы, ребята, по-любому не успеваем. Поэтому сделаем... Сделаем вот так. Обычно мы тратили на уровень с домом, то есть на лес мы тратили максимум две попытки. Я очень надеюсь, что хорошая концовка будет действительно не просто хорошей, а наилучшей. То есть я проверю то, что мне подписчики рассказали. Хотя мне кажется, что ребята правильно говорят, потому что я и на Вики тоже прочитал. И там сказано, что действительно если собрать... Если собирать там восемь или больше, ну, как минимум восемь собрать фрагментов сознания, то даже если они повторяются, то концовка будет чуть лучше. Но что именно, я же вам не буду говорить, потому что, ну, это совсем неинтересно будет тогда. Должна же быть хоть какая-то интрига, правильно? Так что, друзья, попытка номер два. Ну, сейчас... Так. Ой, там аж три появляшки стоят. Ничего себе. Не вижу. Или вижу? Нет, не вижу. Эгей, аууу, эгей. Призрак. И потом. Я ж по лесу, когда хожу, у меня тоже полосочка-то уменьшается. Вон, пошли нервы. Ну, черные вот эти вот. Черные нервы. А призрака... Все нет и нет. Нет, есть. Смотрите, вижу. О, неплохо. Так, это снова формулы. Это довольно просто. Соединяется все-таки не все. И что-то там, не знаю, на латыни или на чем. Но это не выглядит довольно простым, если честно. Ас... А, ос. А, нет. Это две буквы просто. Все, ребят, теперь дом. Дом, пожалуйста. Дом. Дом, 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 дом. Дом у дороги. Дом у дороги. Дом у дороги. Дом у дороги. Дом в лесу. Дом в лесу. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Кстати, мне сказали, что если... Слушайте, я так не успею, если так много уровней будет. Если долго ходить, бесконечно ходить по бездне, то... Зрачки у персонажа исчезнут. Ну что, выживаем, да? Поехали. И свет нужно выключать. Так, лестница, это неплохо. И главное, слушать. Слушать очень важно, потому что могут быть невидимки. Невидимки, это всегда плохо. Тут ничего нет. Идем в подвал. А, это еще не подвал. Лестниц, смотрите, много. То есть, нас особо так не должны. О-о-о-о. А где? А я не вижу, где она. Опять потерянная, да? Главное, не умудриться включить свет. А, вот она, я вижу ее. Главное, не умудриться включить свет рядом с ней. Ну, где она находится. Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. О, я помню эту фразу. довольно криповый плащ, согласитесь. Так, тут у нас нет часы. Да, мне сказали, часы появляются сразу. Поехали. Там лестница и потерянная. Но к ней вроде бы лучше подходить в ту сторону, в которую она повернута. И очень аккуратно. Очень аккуратно. Так, тихо. Да и ладно. Нет. Так. Слушайте, так она это, я дверь открою, она меня напугает, наверное. Ты сам поверил в меня. Где? Это, 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 это невидимка. Я не вижу. это следы на стене должны быть. Так. Дай, пожалуйста, мне записочку. Ё-моё, ещё один. А, вот оно ползает. до меня, значит, оно не должно дойти. Дай, пожалуйста. Напугает сейчас. Дай, не надо плакать. Просто дай мне записку. Тихо. Обернись. ой, тут этот бегает. Невидимка. по-моему, я все правильно делаю. Более-менее. Так, вернёмся к делу. А глупо прятаться в самом себе. Где призрак? Мне нужно как-то разобраться с плачущим призраком. Только не пугай меня, пожалуйста, ладно? Они близко. не пугай. Ничего себе меня откинуло. А как меня так откинуло-то? Почему? Не, она мне, по-моему, записку-то не даст. Ой-ой-ой, слушайте, не везёт. Не везёт. Слушайте, нет, здесь нам, наверное, тоже придётся переиграть. Это, по-моему, первая, первая наша серия, где мы переигрываем уровень с глазом. но я полагаю, что подходить к потерянным лучше всё-таки сзади, наверное, и не делать этого, если они находятся у дверных проёмов, потому что почему-то не получается. Так, всё же нормально, да, у нас? всё нормально. С лесом повезло очень даже, но тут не очень. Вот теперь я точно проснулся. Сейчас время ночного обхода, нужно обратиться по дому и убедиться, что всё на своих местах. Это старые фразочки, друг. Ты начинаешь от этого сумасшествия повторяться. Так, ну вроде полоска-то у нас ничего такая. Ничего такая полоска. Да, главное слушать... Сейчас появятся, по-моему, потерянные, да? Ух ты, даже так? Появятся потерянные и нужно слушать звуки, как будто бы кто-то, не знаю, краску разлинул. О, пошла. Ну она опять там сидит. Но я могу попытаться ещё разик. Она уже не у дверного проёма сидит. Только через низ, да? Ну хорошо, поехали через низ. А тут ещё что-то... Ой! Тихо. Так, меня откинуло в ближайшую комнату, я случайно наступил на перекати поля. из-за света, походу, я его увидел. Но меня вроде не сильно откатило. Перекати поля не особо откатывает. Но дело в том, что откатывает-то это одно, а то, что это влияет на полоску, вот это плохо. Понимаете? О, тут этот проём, понял? Проём этот, пролом. Всё, больше пролома нет. Да хорош уже плакать. О, тут ещё что-то есть. Но это точно не часы. А вот если мне два раза часы попадутся, то тогда это, считайте, повезло. Давай вспоминай, друг. Не томи. Окей, я понял. И я так понимаю, лучше не включать свет, когда... Так, госпожа потерянная. Мне бы надо как-то вот сюда. записочку. Записочку можно? Ой. Записка. Ох ты. Записка, записка. Дай, пожалуйста, я тебя не... Я тебя не обижу. Ну, пожалуйста. Ну, вторая попытка. Да что творят-то? Что за... Тихо. По миллиметру. По миллиметру. Тесные, сжатые комнатки. Это двойник. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Да ладно. Ничего себе. Меня двойник просто сейчас уничтожил. Как так-то? Вы посмотрите, что творится. Не, видимо, мне все-таки в этом... В этот раз к... К потерянной лучше не лезть, потому что меня игра за это просто ненавидит. Да? Вы посмотрите, что творится. Ладно. Мы не будем лезть к потерянной. Ну, что поделать. Это очень сильно влияет на наши нервы. К тому же сейчас, конечно, нам рисковать не стоит. И в наших прохождениях и так было, ну, достаточное количество удачных моментов. Тот же лес. А сейчас, видите, сейчас уже все плохо. Сейчас уже игра начинает на меня сердиться помаленьку. А разве часы не появлялись в прошлый раз? Ой, тихо, тихо. Я чуть свет не включил. Дружище, иди ты нафиг отсюда. Так, а тут... А, тут... Так, а нам по-любому сюда нужно. Так, товарищ кустарник, можешь, пожалуйста, отойти отсюда? Да вы что, прикалываетесь, что ли? И слева, и справа. Ребята, ну давайте вы это из дома-то, из моего, уходите. Их даже из-за бликов видно. Иди, иди, иди. Они меня в ловушку. Ребята, я в ловушке, серьезно. Если появляется сейчас пролом где-то или призрак, я не смогу убежать просто. Все, ушли. Ушлять все давай. Где? Прямо здесь, что ли? Или это просто была гроза обычная? Ух ты! А вот это повезло. И не забываем, что лучше не включать свет, если появляется в комнате хоть что-то. Надо сразу вырубать. нифига себе. Так, пролом. Быстро, быстро. Со скоростью звука. Все, пролом... Пролом это. Да ладно? Серьезно? Нифига себе. Вот это круто. Это мне повезло сейчас сильно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот надо проходить. Вот так вот. Прям... Удачно, удачно. Эта игра особенно опасна, потому что ее начинают гости. Ну, логично. Рано или поздно вы услышите голос. Кто не спрятался? Через некоторое время он говорит, кто прячется, тот застыл. Ну, время идет назад, потому что медленно. Я не виноват. После этого вас находят, что бы вы ни делали. И все начинается с начала. Кажется, что выиграть невозможно. Ключ это игра для смелых. На самом деле прячется тот, кто стоит на месте. Пока хоть кто-то в доме прячется, игра будет продолжаться. Любую игру нужно довести до конца. Кто доведет, тот и победитель. Вот так вот все запутано. Уровень с домом, пожалуйста. Я полагаю, что ничего нового мы, опять же, не услышим. Да? Новая комната у нас появляется. О, она совсем близко, смотрите, да? Она почти у дома стоит. Ну, я не знаю, хватит ли нам полоски. И появились часы, причем рядом с... с этим. Если верить приборам, это не галлюцинация. Это настоящие, не мои. Но приборы устарели, и как раз приборы находятся вон в той комнате. Ну, полоска у нас, конечно, ой, совсем маленькая. Ну, ребят, надеюсь, что вот эта серия поможет нам сохранить полоску, потому что реально было очень все удачно, хотя я перезапускался аж три раза, что уже рекорд. Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!